Добрый день, друзья! С вами доктор Линский, рад приветствовать вас на своем канале. Скажите, друзья, а вы не думали, вот сейчас в мире за последние годы произошло столько событий, их плотность насколько велика, что я всегда говорю своим знакомым и на канале, что даже наши дедушки, бабушки, прабабушки, они даже не жили в такой плотности событий. Взять даже вот это начало, страшная болезнь, далее военные действия, причем не только Украина, Россия, это сейчас, то есть в это втягивается все больше и больше, весь мир, различные катастрофы, которые происходят, вот как бы, ну, ни с чего, да, будем считать, что нам объясняют, что это так было всегда, как меняются облака на небе, я так корректно говорю, чтобы YouTube не заблокировал видео и тому подобное, то есть очень много всего. И многие люди оказались, ну, с началом боевых действий, у них судьба поменялась кардинально, то есть кто-то даже не мечтал, оказался в другой стране, некоторые там в условно какой-то Швейцарии, Люксембурге, Бельгии, кто-то переехал в Штаты, человек, у которого ведь даже не было возможности ранее, потому что раньше это было сложно, для этого нужны были, кроме финансов, нужно было еще везение, получить визу, там, ну, у каждой страны, особенно в тех, где уровень жизни высокий, там сложные иммиграционные программы, логика проста, чтобы отсечь нежелательных, нежелательных мигрантов. Так вот, у людей, я знаю, семьи, у которых достаток был ниже среднего, они раз во время, благодаря боевым действиям, выехали, оказались в Ирландии, оказались в Бельгии, сейчас уже там интегрировались, дети пошли в школу, кто-то поступил учиться, то есть там государство, в отличие от той страны, из которой они прибыли, как-то даже больше о них позаботилось и предоставило им больше возможностей, и возвращаться они не собираются. Кто-то, наоборот, открыл какой-то свой бизнес, свое дело, то есть те сложности, с которыми столкнулся он и люди, окружающие его, человек увидел в этом возможности, как помочь им, как закрыть их потребности, независимо в чем это, в продукции, там, допустим, в здоровье, в помощи, в любых сферах, то есть где не хватает, ведь это всегда возможности. И человек, благодаря этому, он улучшил свое финансовое состояние, помогая людям. Это экологичный бизнес, я не имею сейчас в виду различное там воровство гуманитарной помощи, коррупция и тому подобное. Я имею в виду действительно тот бизнес, то дело, помощи людям, полезности миру, о котором я говорил. И если сейчас, вот бывает, я со многими людьми общаюсь, спрашиваешь, они действительно признают, что, вы знаете, вот если бы не вот эти действия, там не вот эта страшная болезнь, не война, то мы бы никогда тут бы не оказались, мы бы вот это не открыли. Кстати, при страшной болезни очень многие люди, кто-то сломался, да, потерял все, сломался и так далее, кто-то даже ушел в лучший мир, у него ухудшилось здоровье, а кто-то, наоборот, увидел в этом возможность. Он перенес свое дело в онлайн, то есть и сейчас буквально процветает, где-то находится на каком-то острове, где-то в теплых странах, человек работает, имеет постоянный доход и тоже говорит, что если бы не эти события, то я бы так и работал где-то там на заводе или ходил на работу с 8 до 5 и тому подобное. Так вот у меня возникла такая крамольная мысль. Ведь мысль, она материальна. То, что мы думаем, если много людей думает одинаково, то энергия накапливается. Это явление называется даже эгрегор, допустим, там, религиозный эгрегор. Да, много людей думает, там, есть и христианский эгрегор. И возникает что-то, какой-то вот энергетический сгусток, который начинает воплощать определенные желания, действия и тому подобное. Кто-то верит в это, кто-то нет, но тем не менее, жизнь, она так устроена. Тут, как говорил один мой знакомый, вот закон Ома, веришь ты или нет, два пальца в розетку все равно ударит. Так вот у меня возникла мысль, а может быть это действительно большинство из нас и заказали эти перемены. То есть просто ведь мы что-то заказываем и у кого воплощались ваши мечты, я думаю многие со мной согласятся, что они бывало воплощались таким образом, как вы и не могли подумать. Ведь мироздание, творец, природа, высшие силы, кто как называет, именно воплощают наиболее благоприятным образом, если решат выполнить желание человека и он действительно подтвердил это действиями, они это воплощают именно благоприятным, наиболее образом. И не всегда это сочетается с тем, что человек представлял. Почему говорят, бойтесь своих желаний, надо правильно заказывать. Допустим, ну пример, кто-то приводил когда-то, человек обращается к высшим силам, я хочу бросить курить любой ценой, буквально там через пару дней у него открывается язвенное кровотечение, его прооперировали, еле спасли жизнь, конечно, какое тут курение, желание сбылось, да, заказ исполнен, исполнен любой ценой, любой ценой. Поэтому здесь надо быть осторожным. Так вот, на мой взгляд, возможно, возникла такая мысль, что вот эти все события, это как раз воплощение тех мечт, целей, желаний, которые по-другому просто не могли воплотиться. Один из вариантов. Напишите ваше мнение, мне будет интересно его выслушать. Большая просьба с уважением к собеседнику на канале, ко мне, к другим пользователям. И тогда можно высказывать любое мнение. На этом у меня все. Понравилось видео, заставило вас о чем-то задуматься, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с другими людьми, также интересно их мнение. И дождитесь окончания ролика, там я для вас приготовил заставки на те видео, которые, на мой взгляд, также будут вам интересны. Всего доброго и остаемся людьми.